Знаете, как говорится, если что-то идет не по плану, то значит, это часть плана. Так, привет, вы первый мой мотиватор с 2013 года. Вы знаете, я вам скажу, что, во-первых, привет, во-вторых, мне приятно. В последнее время очень часто я читаю, значит, там, ой, Оля, я там смотрела еще ваше бизнес-шоу, кто-то говорит, там, я еще помню вас со свадебного рынка, и я даже не знаю. Вот, с одной стороны, это вроде как хорошо, с другой стороны, мне кажется, что то, чем я сейчас занимаюсь, это сильно круче, сильно интереснее, однозначно сильно больше влияет на жизнь людей, и есть два ощущения. Первое ощущение, что как-то уже много мне лет, вот, и есть второе ощущение, что вы сейчас не до конца понимаете ту ценность, которую вы можете получить от меня, поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки мы это дело с вами передали. Давайте, я сейчас не знаю, как это будет происходить, честно вам скажу, если я сейчас буду сворачивать приложение. Вот, я вижу, спасибо, что вы начинаете меня спасать и что-то писать. В общем, если вы вопросы не будете вовремя в чат кидать, то я буду все-таки сворачивать приложение и заходить, смотреть на вопросы, которые были. Так, вышло после рерайтера очень быстро на новый уровень, теперь главное пойти дальше, не откатиться назад. Наташа, супер, да, теперь главное продолжать практиковаться и делать то, что нужно. Давайте буквально пару слов, но я думаю, что вы тут все знаете, кто я такая, вот, но я человек, который учит, помогает, объясняет, как управлять своей реальностью, как создавать свою реальность, как создавать свою классную, крутую жизнь и как, в общем-то, переходить из одного состояния, которое вам не нравится, в другое состояние в контексте вашей жизни. Ну, это так, если коротко, а главное. И я решила, что, поскольку я сейчас стала выпускать видео, и они будут на регулярной основе, такие коротенькие информационные видео, я решила, что прямой эфир будет не так часто проходить, но зато в прямом эфире я смогу разносторонне отвечать на вопросы, которые я успешно, значит, ну, в общем, провтыкала, закрыла. Вижу, что нет вопросов, поэтому давайте такую секунду, я сейчас закрою, смотрю на вопросы и открываю обратно. Я думаю, все будет хорошо. Значит, был такой замечательный вопрос, только что я его увидела, и уже, естественно, о нем забыла, потому что прочитала следующий, боже мой, вот это меня спрашивает. Тем, что мне нравится. Вот, появился такой вопрос. Пожалуйста, пишите вопросы, чтобы я не закрывала чат бесконечно, а я увидела, что там уже какой-то был. Почему боюсь заниматься тем, что нравится? Вы знаете, ну, вообще вот эта тема, почему боюсь, она, наверное, ключевая. То есть, вообще боюсь и дальше что-то. Вообще чувство страха, оно имеет как бы два таких основания. Первое основание – это то, что страх оберегает нас, да, то есть, если бы у нас не было с вами чувства страха, то мы бы с вами долго бы не прожили, потому что мы бы ничего не боялись и однозначно там куда-то бросались, и что-то с нами происходило. С другой стороны, конечно же, страх очень мощный блокиратор. И, как правило, блокиратор ментальный. Ментально это означает, что мы в мыслях даже себе не позволяем, да, то есть, изначально, когда к нам приходит какая-то мысль, какая-то идея, не знаю, там, пойти на новую работу, получить новое образование какое-то, пойти записаться на курсы, познакомиться вот с тем вот парнем, разрешить себе, сказать, что я номер один, там, не знаю, там, эксперт в свадебном бизнесе, как я в свое время сказала. У нас тут же начинает возникать вот этот вот, боже, ну что обо мне подумают люди, у меня недостаточно знаний, у меня недостаточно. Первое, что вы должны осознать, это то, что у вас всегда будет всего недостаточное. Ну, то есть, чем круче вы будете становиться, тем больше вы будете понимать, что у вас недостаточно. То есть, вот когда ты не сильно этим паришься, еще не настолько круто, тебе не так страшно. Вот поверьте, чем круче вы в чем-либо будете становиться, тем больше у вас будет ответственность. Ведь вы будете понимать, что вам уже есть, что терять. У вас уже есть репутация, у вас уже есть там аудитория, у вас уже есть много всего. Поэтому важно осознать, что так будет всегда. И что, например, начинать, когда у тебя ничего нету, сильно проще, чем каждый раз, как бы, заслуживать свой титул. Ну, вот представьте себе, что вы пришли себе на какое-то спортивное соревнование, у вас нету никаких титулов вообще, да, и вы там вдруг раз и что-то выиграете. И вам приятно, потому что вы выиграли. А представьте себе, что вы там суперчемпион уже, да, в чем-то, вы суперчемпион. Представляете, как вам страшно выходить, вот девочки на Олимпийских играх по художественной гимнастике, поскольку это моя тема, там все страиверено. Вот они выходят на Олимпийские игры и не становятся первой, а становятся второй. Вот представляете, просто какая-то гимнастка становится второй на Олимпийских играх. И это событие, а это расстраивается, потому что она всегда первая, и она не смогла в данном случае по стечению обстоятельств, судейству и прочим вещам закрепить это мнение. Поэтому нужно понимать, что вот этот страх, его нужно просто отложить в сторону. И когда вам страшно, задать себе вопрос, ну а что такого страшного может случиться, если, значит, у меня не получится? Вот что случится? Вот что там, во мне кто-то плохо подумает, люди, которые сидели на диване, начнут меня банить и говорить, о, я же говорил, меня кто-то начнет критиковать. То есть всегда важно разложить себе вот этот момент. Я вам вообще могу сказать, что ваш мозг программируем, ну я вам все время об этом говорю, и если вы хотите научиться побеждать, вам придется программировать себя на победу постоянно. Потому что любые сомнения и постоянное в голове прокручивание своего неуспеха, ну как бы и не дадут вам победить. Вот надо это понимать, что порой нам не дает победить не отсутствие таланта, не отсутствие чего-то важного, а отсутствие банальной веры в себя. Вот это присутствие банального страха. Так скажите себе, ну представьте себе, что у вас сидит полный зал, я не знаю там, всего, что вам нужно, и где-то там на последнем ряду присутствует человек не в белом, а в сером костюме. Так выгоните его, выгоните, а вы такой сидите, ну нет, ну типа, вот это ваш и есть страх. Выгоните его к чертовой матери, и все, и все, и вы победите. Так, вижу вопрос, и сейчас я вернусь и буду смотреть. Друзья, у нас сегодня вопрос-ответ, поэтому пишите. Вы говорили, сейчас обучаетесь. Много новой интересной информации узнали. Я вам скажу так. Чем больше ты знаешь, тем сложнее тебе найти какую-то новую информацию. Вопрос ведь не в информации. Мы сегодня живем с вами в век информационного потока, информация оповсюду. Вопрос, первое, в мотивации, вдохновении и том, от кого ты это слышишь. Второе, момент в том окружении, в котором ты находишься. Третий момент. Мы постоянно питаем как свое тело, так и свой мозг ежедневно, да. Тело мы питаем с вами чем? Едой, а мозг мы питаем с вами информацией. Вот у нас всегда есть выбор, чем какой информации питать. Можно с подружками переливать из пустоя в порожнее, можно включить телевизор, можно смотреть игру в кальмары или еще какой-нибудь дубилоидный сериал. А можно проходить классное, интересное обучение из разных сфер. Порой даже, вот я, например, прохожу обучение, которое там ко мне не всегда имеет прямое отношение. Но это питает мой мозг. То есть мой мозг получает качественную информацию, он придумывает какие-то крутые идеи, он что-то пробует, он смотрит на других людей из разных ниш, из разных тем. Он вообще находится в окружении людей, которые так же, как и ты, что-то генерируют и куда-то идешь. Вот у меня, например, все выходные последние два месяца проходили там в коучинге. То есть я созванивалась там с наставником, с группой людей. И ты волей-неволей находишься в окружении людей, которые делятся, что они сделали за неделю, какие у них результаты, что у них получилось, что не получилось. То есть это не треп, типа, ну что, как дела, ну там такое, мы там весели, мы там, это тоже может быть. Но количество информации пропорционально, да, то, чем вы питаете свой мозг, то как бы в итоге и прорастает. Учитывая то, что я тренер, учитывая то, что у меня огромное количество учеников в разных чатиках наших, да, там в рерайтере жизни, в законах денег, в клубах, в бэк-клабе у меня большой поток, я все время что-то записываю, генерирую, мне, конечно, очень важно быть напитанной, быть ресурсной, постоянно нести что-то новое, постоянно, да, находиться в потоке классной информации. Конечно, можно просто читать книжку, можно просто смотреть YouTube, но ничто нам не заменит вот это живое общение, этот кач, непосредственную работу. Поэтому это не столько история про информацию, вы должны это осознать. История про информацию, вы тогда можете взять в книжке, в книгах все давным-давно написано, но почему-то не работает у нас, да, вот и все. Так, погнали дальше. Вопросы. Так, сейчас, вижу только что присоединились, присоединились, присоединились. Если что-то пропускаю, то сори, пока вижу, что только присоединились. Как найти такое окружение оффлайн? В онлайн найти легче, поисковый забил, а нашел, а как быть вживую. Но вживую обычно ищется через онлайн, то есть, каким образом, да, находит себя окружение. То есть, каждый раз, когда, например, у нас происходит рерайтер, или я прихожу куда-то обучаться, мы с людьми знакомимся в онлайне, да, мы создаются какие-то группы, и затем мы встречаемся в оффлайне. То есть, только так сейчас это и происходит, мы находим себе что-либо по интересам. Вот вы ведь заметьте, даже вот в магазины, как мы ходим сейчас, да, например, там есть ЦУМ в Киеве, в котором представлены разные бренды, на разных этажах есть там бренд, есть этаж с украинскими брендами. Но как я их опознаю? Я бы их в магазине вообще никак не идентифицировала. Я смотрю, что, ой, в инстаграме этот бренд покупала, я в онлайне этот бренд вижу, на этих я подписана, и все, я их идентифицирую, я прихожу в живой бутик и с гораздо большим удовольствием меряю их, там рассматриваю, да, то же самое происходит у нас. Мы знакомимся, как в рерайтере у нас девчонки, познакомились, и потом уже начинают в оффлайне встречаться. Ну, такие способы, естественно, сейчас никто в оффлайне не ходит друг с другом, там, да, и, ну, то есть, либо это какие-то мероприятия, ивенты специальные, тематические, какие-то бизнес-завтраки, ну, или по тематикам, по которым вам интересно, ну, так и знакомиться. В этом сейчас и есть ценность ивентов, есть сейчас ценность клубов, да, которые организовывают по интересам, потому что, конечно, нам всем не хватает очень оффлайн общения, особенно в связи с последними... Ничего, что происходит, вы меня слышите, все в порядке, я надеюсь. Ничего не произошло с эфиром, а то такое бывает. Так, подскажите, пожалуйста, как вы прорабатывали негативные ситуации, связанные с деньгами? По этому поводу у меня есть прекрасный марафон, даже не марафон, это даже программа, вот, которая называется «Денежный портал». То есть я не могу вам рассказать конкретно, что это. Наша задача, спасибо большое за фидбэк, наша задача в финансовом плане, в зависимости от того, какого уровня у нас проблемы, пройти достаточно глубоко, потому что финансовые программы точно так же, как и программы личные, ну, я имею в виду между отношениями, это всегда что-то, что в нас застряло там с каких-то ранних пор, вот. И эти вещи, они, как правило, на подсознательном уровне, подсознательный уровень – это то, что мы скорее можем вспомнить, когда закопаемся, нежели чем, о чем мы думаем постоянно. То есть это почему-то произошло, и мы так считаем, да, там, это хорошо или плохо, мы чего-то боимся или чего-то нет. Поэтому я по этому поводу сама проходила много программ, обучалась и в итоге создала свою программу, она называется «Денежный портал», она проходит раз в году сейчас, вот, я ее чаще решила не проводить. Вот следующий денежный портал стартует в январе, скажу вам больше, я провожу эту программу только для тех, кто участвовал у меня в рерайтере жизни, потому что если копать глубоко, то нужно быть к этому готовыми. Если такие достаточно лайтовые вещи, когда мы прорабатываем очевидное, это марафон «Закон и денег», вы можете на него приходить, он десятидневный, следующий будет в декабре, вот, и он как бы классно снимает очевидные вещи, но очевидные уже тогда, когда вы об этом, вы это понимаете. Мне во многом повезло, потому что я из тех людей, которые любил деньги всегда, вот тут, знаете, вот я любила деньги, и у меня достаточно мало было убеждений плохих относительно денег. Я обожала всегда богатых людей, я обожала богатство, я обожала деньги, обожала все, что с ними связано, вот, поэтому у меня достаточно мало было негативных убеждений. У меня основным убеждением было это то, что деньги достаются сложно, для того, чтобы заработать деньги, нужно тяжело работать с потом и кровью, и деньги это приходят через большую работу, пот и страдания, а не через удовольствие, это было основное. Как реагировать на манипуляции мамы? Подружке дочь купила этот подарок, а мне не купят, я только сама все. Первое, важно понимать, что манипуляция есть манипуляция, да? То есть, когда вы уже отлавливаете манипуляцию и понимаете, что мама говорит вам что-то, чтобы проманипулировать, уже проще, да? Ну, вы уже понимаете, то есть, вы не сразу начинаете себя чувствовать говнодочерью, а вы понимаете, что, блин, мама манипулирует. Вот, тут уже момент того, чтобы поговорить с мамой, да, там и посмотреть. Например, если вы что-то можете позволить себе купить, то купите маме и пусть успокоится, ну, пусть отведите ее манипуляцию. Если вы, например, не можете себе этого позволить, вы можете, конечно, с ней завести в глубокий разговор, да, там, зайти, а можете просто на это сказать, мам, я тебя очень люблю, вот, и обязательно, вот, как только у меня появится такая возможность, я буду тоже делать тебе замечательные подарки, а пока позволь мне тебя любить. Вот, конечно, тут вопрос неосознанности мамы, и это мамины проблемы, поэтому не натягивайте на себя чувство вины, поймите, что ваша мама, ну, просто развита настолько, насколько она могла бы быть, вот, пусть это для вас будет мотивацией, но ни в коем случае не чувством вины, что я должна, вы ничего не должны. Вот это важно понимать, а это вопрос работы со своим мозгом. Так, хотела купить новый телефон, но запланировала на лето покупку. Вчера он разбивается в дребезги, сегодня купила новый. Как притянуть позитивные ситуации, а не расходы? Да, поняла ваш вопрос. Смотрите, есть два момента. Первый момент важный, то есть, если вы на что-то просите, например, денег, то важно тратить деньги именно на то, что вы просите. Это такая сразу вам подсказка. Например, вы там говорите, вот бы мне сейчас денег, и я бы купила себе новый телефон. Деньги приходят, и вы такая, ну нет, ну можно походить со старым, я лучше деньги куда-то там. Тогда обязательно что-то с телефоном случится. А в данном случае, ну важно просто, тут отношение к деньгам, тут скорее всего такое расстройство у вас, что деньги и без того сложно приходят, вот, а тут еще такая вот растрата. Тут важно поменять отношение к деньгам и понять, что деньги в любом случае удовольствие, да, удовольствие. Вот, потому что, скорее всего, такая произошла ситуация именно из-за внутреннего страдания, что мне не хватает, мне нужно выбирать, а мне бы хотелось телефон. Вселенная вам, в принципе, помогла получить то, что вы хотите, но важно именно перестроиться внутренне, вот от состояния боли и страдания с деньгами к состоянию удовольствия. Если так вкратце сказать, ну вообще лучше прийти, конечно, на какой-то марафон и осознать это, но если сказать вкратце, то важно понять, что нужно думать не о том, как сэкономить, а нужно думать о том, как заработать. Что я такого кайфового могу и важного сделать, чтобы у меня стало больше денег, и я сделал еще что-то крутое. Вот всегда, понимаете, у нас проблема в том, что мы вместо того, чтобы думать, как приумножать, как кайфовать больше, мы думаем о том, как бы нам затянуться потуже. И кайф связан с позитивной вибрацией, а затянуться потуже связано с негативной. Ну вот мы так и притягиваем, но это если вкратце. Еще раз, если эти темы вас волнуют, не пожадничайте и приходите это проработать. Это важно понять, откуда это у вас, откуда корни, какие ситуации на это повлияли, что у вас там еще есть. Вскапываются очень и вскрываются интересные вещи. Когда мы их вскрываем, это знаете, как консервированная банка большая, без этикетки. Вот надо вскрыть и посмотреть, там помидоры, огурцы, патиссоны или что-то другое. Когда мы вскрываем, нам становятся сразу же понятны очень многие вещи. Как проработать негативные установки? У вас есть какая-то практика, у меня есть программы. Программы. Негативные установки – это очень обобщенное понятие. Негативные установки существуют по разным параметрам, и их нужно найти. Это как, вы знаете, если посмотреть на сад, то там есть бурьян. Не знаю, это на русском или на украинском. Сорняки. Их нужно найти. Вот найти изначально и убрать. Вот понять, в какой части огорода у нас там сейчас эти сорняки есть. Их изначально нужно поискать, потому что они где-то запрятаны. Пока мы этого не сделаем, у нас они будут прорастать. Так вот, как? Вот сначала нам нужно найти их, понять их причины, их корни, откуда они растут, почему они у нас взялись. Потом их нужно удалить и на их место посадить новые. Это программа. Например, если говорить на пробу, я вам рекомендую прийти на марафон, который называется «Законы денег». Это то, что касается негативных финансовых убеждений. Он относительно недорогой, он идет 10 дней, и он как минимум даст вам возможность посмотреть, работает это у вас, готовы ли вы в этом вы работать. То, что это работает, это 100%. Вопрос, готовы ли вы с этим в такой форме поработать. Если вам понравится, вы уже можете идти дальше. То есть я рекомендую с чего-то начинать, пробу пера делать. Потому что сказать, вот конкретно совершить это, это системная работа. Вот вы приходите и говорите, ой, мне надо срочно там похудеть, вот что мне надо сделать. Системная работа. С мозгами точно так же. Просто, если кратко сказать, то нужно удалить эту негативную мысль, заменить ее на позитивную. Но нам нужно не просто, знаете, вырвать один цветок и на его место посадить другой. Он же может сдохнуть, не прирастется. А тот, который вырывать, может оставить какие-то там корни. Поэтому нужно это вычищать. Но вот на марафонах мы это вычищаем с помощью упражнений, с помощью медитации, с помощью практик. И с помощью, самое главное, осознания, понимания причин, следствий и понимания того, как посадить новое. Дочь мной манипулирует. О, видите, тут мать манипулирует, тут дочь. Ей всего пять, а она требует, чтобы все было по ее. Как добиться уважения от дочери. А дочь вами не манипулирует. Дочь просто проживает свою жизнь. Дочь у вас умная, Оль. У вас классная дочка, которая хочет так, как она хочет. И самое плохое, что вы сейчас можете сделать для своей дочери, это значит рассказать ей о том, какой сложный мир, что ваша дочь эгоистка и думает только о себе. Дочь у вас умница. Она большая молодец. Она ваш мотиватор. Она вам показывает, куда надо рулить. Она вам рассказывает, чего она хочет. И вы должны ей говорить, малышка, ты большая-большая молодец. Я тебе очень сильно благодарна. Ты все очень правильно говоришь. И я буду очень стараться, если бы я была такая же, как ты, то я бы сегодня все тебе могла дать. Но я, к сожалению, была другой, ну другим человеком. Не знала, я стеснялась, я не умела. Поэтому давай с тобой договоримся. Ты, пожалуйста, не злись на меня. Я бы тебе с удовольствием все, например, вот это разрешила и дала. Но как бы у меня сейчас чего-то там нету. Давай мы будем с тобой учиться вместе, договариваться. Вот представь себе, пожалуйста, что ты на моем месте. Вот смотри, у меня я обладаю вот такими возможностями. Как бы ты на моем месте себя повела? Вот переверните ситуацию и послушайте ее, как она вам предложит. Вот, например, ребенок требует, мама, купи. Ты говоришь, слушай, я бы купила тебе. И мне прям, знаешь, мне даже неудобно перед тобой, что я не могу. Я очень ищу варианты, но вот сейчас у меня вот так. Вот такая ситуация. Смотри, у меня есть столько-то денег, и мне нужно, чтобы хватило на это, на это, на это. Вот посоветуй мне, как мне быть? Вот как поступить правильно? Поймите, что наши дети гораздо круче учителя, чем мы с вами. Они гораздо круче. Просто они же не знают. Вот мы все время стремимся рассказать, как нам сложно достается. Сложно достается, потому что мы дураки. Ну, потому что мы сами так себе устроили. Поэтому вы им расскажите. Расскажите, вот знаешь, вот я вот, я не знаю, как мне поступить. Вот у меня такая ситуация, я почему-то больше не научилась зарабатывать, у меня что-то не хватило ума, я была в себе не такая уверенная, как ты. Ты большая, молодец. Давай мы с тобой будем вместе как-то это решать. Возьмите ее и сделайте свою дочку советчиком. У нее есть такие крутые качества, которых у вас нет. Если вы считаете, что она вами манипулирует, это означает, что она сильнее вас, у нее есть что-то круче. Попросите ее помощи и совета. Поймите, что то, что ей 5 лет, это ни о чем не говорит. Она уже классный человек. Начните с ней общаться, как со взрослой. Просите ее помощи, поддержки. Вы увидите очень интересные результаты. Потому что если вы сейчас ее начнете говорить, что ты нахалка, там, трата, там, мне так тяжело, все, вы ей испортите всю жизнь. Испортите тем, что она точно так же, как и вы, не будет в себя верить, у нее будет мало, она будет там. А какие-то вещи нужно рассказывать, объяснять. Моей дочери тоже достаточно волевые и сильные, но я расставляю наши границы, объясняю им, почему, что, как. Вот, то есть все это можно сделать. У меня будет на следующей неделе такой мастер-класс, не знаю, там, 2-3 часа, как раз «Секреты осознанных родителей». Он называется «Как не испортить жизнь своим детям», где мы будем детально разбирать тему детей. Я повешу скоро в Инстаграме в сториз ссылку, потому что пока она только по базе вышла. Если вам эта тема более глобальна и интересна, приходите. Ну вот, вкратце, ответьте к вам такой. Ваша дочь не манипулятор, она умничка. Пожелала денег, предложили работу. Думаю, приятно, скоро произошло, но появилась боясь, что просьба почти выполнена. Ну вот, видите, у вас как бы очевидная проблема тоже страха, да? То есть и причина того, что с вами, наверное, не происходят какие-то хорошие вещи или происходит их мало, именно в том, что вы боитесь, да? Вы себя спросите, а что я боюсь? А что может такого плохого случиться? Вот, попробуйте позадавать себе вопросы, вот разговор, диалог сам с собой, чтобы понять, каковы причины вашего страха, к чему у вас эти страхи, вот, ну и что случится? Ну вот это случится, окей. А если это случится? Доведите себя, разберите. Это, знаете, похоже на то, когда мы сидим такие маленькие в комнате, и у нас шторы шевелятся, помните? Мы такие, там, наверное, злое привидение. В общем, ты сидишь в темноте, такого себе надумал. Единственный способ избавиться от этого страха, это подойти и открыть штору, понять, что там ничего нету. Вот то же самое здесь и у вас. Вы должны понимать, что, ну, буду бояться, ну, и буду сидеть в жопе. Нравится тебе сидеть в жопе? Ну, сиди. Ведите с собой честные, максимально разговоры, честные, вот такие откровенные. Называйте вещи своими именами. Тогда вам станет легче во всем этом разобраться. Так, погнали, погнали, погнали. Так, как простить себе неправильные решения в прошлом, которые привели к не той жизни, а которые думал и планировал? Во-первых, важно понимать, что любое решение приводит вас к вам. Да, то есть любое решение – это опыт. Не бывает такого, чтобы мы с вами сразу же что-то научились классно делать, не получив опыта. Мало того, опыт дает нам возможность оценить. Поэтому первое, что нужно делать, это не то, что простить себе, это просто поблагодарить себя за то, что все эти неправильные решения были. Потому что, если бы их не было, во-первых, вы бы не знали, что такое правильные решения, да, и вообще это очень такой субъективный момент. Правильные они или неправильные – это часть вас. Это, знаете, как дебилизм, когда человек говорит, я вот этот глаз люблю, а вот этот у меня некрасивый. Ну, нет, это вы, это вы. Далее, привели не к той жизни. Ну, ваша жизнь – это не некая точка назначения, это постоянное движение. То есть это как танец, понимаете? Ну, сейчас танцевали не так, да, там, не те движения, но вам ничто не мешает выйти прямо сейчас и перетанцевать по-другому. То есть вы можете все изменить, до тех пор, пока вы живы, вы можете все изменить. Работу не так наделали, окей, уволили кого-то неправильно, хорошо, не за того вышли замуж, не тому родили ребенка, да, не вопрос. Ну, классно, зато есть ребенок. То есть относитесь ко всему проще, относитесь ко всему как к игре, не относитесь к этому так вот серьезно, прямо. Нет, ну, у нас с вами не игра на выживание, тут никто никого не убьет. Просто эта жизнь, просто есть какие-то решения, тут я ошибся или не ошибся, это еще вообще неизвестно. Знаете, как бывает, прошел месяц, думаешь, ошибся, прошел год и понял, что это твое самое крутое решение. Поэтому мы никогда не знаем до конца. Принимайте каждое решение как свое, да, вот свое, свое любимое. Вот ваш ребенок, например, что бы он ни натворил, он все равно остается вашим ребенком, вы его любите. То же самое, каждое ваше действие, каждый ваш поступок, каждое что-то, вы были таким человеком, вы проживали эти эмоции, вы создавали какие-то вещи. Это, вы знаете, когда люди ссорятся между собой, начинают там вспоминать, ты мне это, ты мне то, ты мне все. Тут надо понять, можно либо бесконечно друг другу чем-то тыкать, да, либо принять, что ну да, я такой, ты такой, все, но мы почему-то вместе, да, мы вместе, значит вместе. Если мы не хотим быть вместе, не надо вот этого всего натыкивать. Ну, я надеюсь, что я вам плюс-минус понятно что-то объяснила. Так, вам знакомо такое чувство, когда все классно, все получается, а вам грустно, типа не выдерживаю своего счастья, как с этим бороться? Мне не знакомо такое чувство, потому что я как человек, который занимается осознанными практиками, хорошо знаю, что мне необходимо поддерживать свои позитивные вибрации. Потому что если я этого не сделаю, то в мою жизнь начнет катиться говно. Знаете, вот смотрите, представьте себе, что вы сидите на каком-то острове, где не очень теплый климат, и вот у вас горит костер, да, вот у вас горит костер. И вам его нужно поддерживать там периодически, там раз в сутки бросать туда немножечко хвороста, и он будет гореть. Но вы в какой-то момент такой сидите и думаете, блин, ну же так тепло, так хорошо, вообще не хочу у него подбрасывать хворост. И вот он у вас, значит, гаснет, и тогда начинается настоящий армагеддон, потому что вам просто надо было подбросить хворост, а сейчас вам нужно, у вас нету там спичек, вам его нужно заново как-то разжечь. И у вас начинается настоящий пиздос просто. Вам нужно сделать сверхусилие, сверхдействие, потому что стало сильно плохо. Было, вы уже привыкли, а стало сильно плохо. И вот вам необходимо там, не знаю, трое суток разжигать этот костер. Так вот я знаю, что когда мы в жизни перестаем ценить то хорошее, что с нами происходит, и начинаем искать, как говорится, пятна на солнце, начинает все катиться вниз. И как человек, который знает, что если костер погаснет, то будет жопа, я просто дебилом буду, если я позволю ему погаснуть. Ну, то есть, если нравится игра в дебила, есть игра в кальмара, есть игра в дебила, ну играйте, да. Вот я веду с собой приблизительно такие разговоры. Если у меня, меня начинают накрывать, я себе говорю, Оль, ты сейчас что хочешь? Ты сейчас хочешь все нахрен сделать себе веселье? Вот ты этого хочешь? И я себя очень быстро возвращаю. Осознанный человек отличается от неосознанного тем, что он может с собой разговаривать, размышлять, задавать вопросы и выруливать ситуацию до того момента, пока эта ситуация не превращается в Армагеддон. Вот. Так. Дужевашку пропроцелывать. Так, буду переводить, чтобы все понимали. Очень сложно прорабатывать негативные установки относительно денег, когда родители, с которыми я живу в одной квартире, каждый день навязывают новый негатив. Как правильно вести себя с ними? Правильно себя с ними никак не вести, правильно от них уйти. В данном случае правильно найти любую возможность и уйти от них куда угодно. В общежитие, к другу, к бабушке, к дедушке. Для того, чтобы это от себя убрать. Это вот знаете, как когда ты живешь с мужем, который тебя бьет, например. И вот говорят, вот как ужиться с человеком, который тебя бьет? Никак. Взять и уйти. Зачем тебе каждый день с этим сражаться? Поэтому ваша первая цель – уйти. И это даст вам возможность и на деньги посмотреть совершенно по-другому, и стать самостоятельным человеком. Когда мы живем на чьей-то территории, когда мы вынуждены, ну как бы зависим от кого-то, мы не принадлежим сами себе, и мы вынуждены считаться с правилами этого человека. Это как на работу. Вы ходите, например, вы ненавидите своего шефа, говорите, какая ужасная компания, ну зачем вы тогда с ним работаете? Вот, соответственно, и здесь. Ваша задача, прежде всего, свалить. И тут начинается, ну как же, значит, я же там не зарабатываю. Ну вот, вот ваша задача, вот вдохновитесь этим, пусть это будет вас вдохновлять. А как вы думали? Вы же взрослый человек, нужно взять ответственность, взять цель. И мотивация шикарная. А если вы этого сделать не можете, то, значит, и там ваши родители отчасти правы. Вот, что мусолят вам мозги. Когда ситуация становится такой, что в ней невыносимо жить, это супер. Это супер. Потому что, если вы в такой ситуации ничего не меняете, то, ребят, ну вы просто лузеры. Да, вы просто лузеры. То есть, сложно менять тогда, когда тебе хорошо. Когда у тебя все хорошо, ты понимаешь, надо менять. Вот тогда менять сложно. Бизнес сложно улучшать, когда он прибыльный. Это настоящие лидеры так делают. Когда он прибыльный, у него все хорошо, а ты дальше его выводишь, дальше его выводишь. А вот когда у тебя все плохо, тогда классно, потому что в любом случае хуже не будет, как говорится. Поэтому все можно делать в ставки. Вы не сестра Виктории Исаевой. И не знаю, кто такой Виктория Исаева, о ком вы говорите. Поэтому, ну точно я не чая сестра. Так, спасибо за вид, повидь. Пожалуйста. Ребенок постоянно делает пакости. Как делать так, чтобы он их не делал. Ну, смотрите, что такое пакости? Пакости – это ребенок привлекает внимание. Ребенок привлекает внимание. И ваша задача – понять, чего ему там не хватает. Вам надо с ним поговорить. Как и взрослый. Он делает пакости, когда он привлекает ваше внимание. Поговорите с ним, сядьте, поговорите, понаблюдайте, скажи, малыш, чего тебе не хватает, что не так. Вам необходимо научиться разговаривать. Когда мы делаем какие-то гаденькие вещи кому-то, мы привлекаем к себе внимание. Ребенок вам говорит, обрати на меня внимание, поговори со мной. Что-то с нами не так. Поговорите с ним, и вы все выясните. Вообще, учитесь разговаривать, люди. Учитесь разговаривать со своими детьми, со своими мужчинами, со своими женщинами, со своими котами. Вот у меня кот по утрам любит поорать, знаете, как многие. И вот, когда я ему говорю, Тимофей, я сейчас открою дверь, вот так я ему говорю, я открою дверь, и ты пойдешь в коридор. Тимофей замолкает моментально. Что удивительно, когда Сережа ему говорит, муж там, Тима, он его не слушает. Но когда я говорю таким тоном утром, Тимофей прекрасно знает, что я встану, не поленюсь, пройду свои 200 метров квартиры и выкину его за дверь. И он будет там в коридоре сидеть, в общем. Вот, поэтому со всеми нужен разговор на своем языке. Иногда где-то, как и с сотрудником, знаете, нужно поговорить жестко, иногда надо поговорить мягко, но нужно разговаривать. У нас есть язык. Он для того, чтобы мы говорили, не для того, чтобы мы лизали мороженое, что-нибудь там сосали, тоже можно. Но давайте изначально по назначению. Оки-доки. Так, дальше. Как повзрослеть? 27 лет, а я ребенок. А зачем? Ну вот, вы себе ответите на вопрос, зачем? Зачем взрослеть? Вообще, ну, как бы, можно не взрослеть. Главное, чтобы ваша жизнь была комфортной. Вот, я, например, тоже не очень стремлюсь взрослеть. Зачем взрослеть? Что в вашем понимании взросления? Вот, задавайте себе вопросы. Вообще, взрослый отличается от ребенка только одним. У взрослого больше ответственности. Ну, возьмите себе больше ответственности. Большинство людей не хотят взрослеть именно по той причине, что они боятся ответственности. Вот, тут уже надо разбираться, что вы хотите. Вы же смотрите Вику Исаеву, у нее есть прекрасный курс. Это вы что-то про себя говорите, я не знаю, о хомбе вообще речь. Так, спасибо большое, очень помогается, спасибо огромное. Как отпустить ситуацию и не реагировать на то, что нет правосудия в стране, когда виновные в ДТП уходят от ответственности, и я ничего не могу сделать? Вот, смотрите, есть то, на что вы можете влиять, есть то, на что вы не можете влиять. Я не знаю конкретно, о каких ситуациях вы говорите, но я вам могу сказать так, что мы являемся причиной всего, что с нами происходит. Что бы в жизни ни происходило, причиной является человек. И любое ДТП или любое происшествие – это прежде всего история про человека. Причем про каждого, у каждого своя история, который в этом принимает участие. И становиться человеком, который хочет кому-то испортить жизнь, кого-то наказать, кого-то наказать за что-то, вот вы должны понимать, что это не наша с вами опция. У нас есть с вами опция наказывать себя, и мы прекрасно с ней справляемся. Все остальное, то есть каждый человек сам себя наказывает, поверьте. Каждый сам себя наказывает и каждого догоняет. И когда что-то происходит в ситуациях, там, не дай бог, с близкими и так далее, тоже важно понимать, что это происходит не просто так. Я, знаете, у меня бывали такие ситуации ужасные, когда я понимала, что там еще чуть-чуть, я чуть не сбила человека, там, например, или меня чуть не сбили. Вот знаете, иногда показывают по телеку, в интернете, когда там вообще, ну, каким-то чудом, да, что-то происходит. Важно понимать, что, почему я говорю, что нужно отслеживать свои мысли, нужно учиться контролировать себя, настраивать себя, потому что именно наше внутреннее говно и притягивает к нам все остальное. Поэтому, если вы не хотите, чтобы это говно вас преследовало, в любых ситуациях, в самых критических, учитесь это отпускать. Или не отпускать, и если ситуация настолько для вас болезненная, ну, тогда, значит, становитесь жертвой этой ситуации, убивайте человека, садитесь в тюрьму, ну, стерто-стерто. То есть не превращайте себя в вечного пленника какой-то ситуации. Вот. Нам даются ситуации для того, чтобы мы что-то переосмыслили, а не для того, чтобы мы превращались в судей и палачей. Поверьте, мы для себя самые серьезные судьи и палачи. Это я вам точно могу сказать. Так. Какую книгу посоветуете для саморазвития, которая помогла именно вам? Вы знаете, мне не помогла ни одна книга, и я не верю в то, что книга может помочь. Вот. Помочь может работа над собой. Вот приходите поработать над собой ко мне, и вам это поможет. Книга, ну, ничего вообще вам не поможет, кроме работы над собой, кроме вашего вот этого осознания и желания работать. Много замечательных книг, которые могут зайти. Мне, например, очень нравится книга, которая и учит, и шикарный роман. Она называется «Атлант расправил плечи» двухтомник. Но я очень сомневаюсь, что вы его прочитаете. Хотя книга потрясающая, просто офигенская, глубочайшая, очень классная. Вот. Я рекомендую вам начинать все-таки с того, чтобы приходить на программы. Почему? Потому что программа – это методология, программа – это окружение, программа – это тренер, который заставляет вас делать. И если при этих обстоятельствах вы не хотите меняться, то книга, вот поверьте, ее можно только прикладывать к себе куда-нибудь. Как повзрослеть мужчине в 50 лет? Опять тот же вопрос. Зачем мужчине взрослеет? Мужчине нужно понять, зачем ему это взрослеет. Мне надо повзрослеть, чтобы я мог встретить женщину. Окей, какую женщину ты хочешь встретить? Я хочу офигенную. А как ты считаешь, какого мужчину хочет видеть офигенная женщина? Вот она хочет видеть такого. Окей, что тебе нужно сделать, чтобы стать таким мужчиной? То есть, понимаете, у нас неправильные вопросы, поэтому мы не можем найти ответа. Нам всегда кажется, что вопрос вот в этом, а на самом деле нет. На самом деле вопрос совсем другой. Проблема не в том, чтобы повзрослеть. Найдите истинную причину, желание это сделать, и вы поймете, что надо сделать. Как бороться с отрицательным мышлением? Первое – бороться не нужно. Бороться не нужно. Нужно осознать и понять принципы. Вот смотрите, например, как бороться с тем, чтобы не хватать горячую сковородку в руки? Бороться никак. Зачем? Надо понять, например, что вот горячая вода, горячая сковородка могут оставить ожог. Вот мы же ребенка как учим? Мы же не окунаем его руку в кипяток и говорим, вот видишь, у тебя остался ожог. Не делай так. Нет, мы ему рассказываем, вот объясняем на разных примерах, там, та-та-та, и ребенок это понимает. То же самое нужно объяснять себе. Объяснять себе, вот ко мне, когда приходят на рерайтер жизни, там, на законы денег, на мои какие-то мастер-классы, даже у моих бесплатных видео, я объясняю до примеров, что такое отрицательное мышление, как это связано с нашей энергией, каким образом наше отрицательное мышление влияет на нашу жизнь. И когда вы устаканиваете и улавливаете связь, вы понимаете, что это несет вам вред. Например, если вы увидите какую-то там, я не знаю, кислоту, которая стоит в пробирке, вы же не будете ее пить. Или лекарство любое, которое стоит в аптеке, вы не будете его пить, пока вы не разберетесь. Потому что вы знаете, что это может причинить вам зло, да, это может вас убить. То же самое, когда вы понимаете, как мышление отрицательное может повлиять на вашу жизнь, какие неприятности оно реально приносит, когда вот я вам раскладываю на примерах ваших жизненных, и вы понимаете, что это так и есть, вы перед тем, как к вам заходит негатив, вы выстраиваете такую стеночку и говорите, не-не-не-не-не, спасибо большое, представьте себе, что к вам приходят гости постоянно, вот, и у вас раз в неделю что-то пропадает, но вы не знаете, кто это делает. Вот вы устанавливаете камеру, и вы выясняете, что это делает Маша, соседка из 102-й квартиры. Вот в следующий раз, когда к вам приходит Маша, вы ее не пускаете. Вы говорите, Маша, извини, я сейчас занята, вы уже знаете. Потому что пока вы не знаете, вы принимаете в гости всех. Вот то же самое, отрицательное мышление, вы начинаете от него уходить, когда вы понимаете, что вам это несет. Вот, собственно, так. Как бороться с зависимостью к человеку? Важно бороться, во-первых, слово «бороться» уберите. Бороться – это всегда, ну, это всегда возможность проиграть. Нужно не бороться, нужно осознавать. Какая зависимость там эмоциональная? Важно понимать, что у нас не существует зависимости к человеку. У нас существуют наши внутренние ямы, которые мы восполняем с помощью других людей. То есть у нас внутри есть пробелы, которые мы берем от других людей и затыкаем ими. В какой-то момент человек затыкает какую-то дыру. Для того, чтобы этот пробел убрать, нужно поработать над самим собой. Над самим собой. Это тоже история про осознанность. Можно приходить ко мне на рерайтер, это отличный путь, а залатывать дальше можно с коучем, с психологом, уже четко понимая, где у вас проблема. Вы должны понимать, что когда мы зависим от кого-то, это говорит о том, что мы собственную дырку затыкаем каким-то человеком. Мы хотим, чтобы он восполнил что-то. И потом мы боимся его сильно потерять, потому что... Вот так. Так, я нумеролог, замечательно, прекрасно, спасибо. Скажите, пожалуйста, как показать себя миру? Много знаю, хочу помогать людям, стать на путь части, но в Инстаграм не знаю, как это продвигаться. Курс менеджера, блогера много не дал. Нет, ну это у вас скорее вопрос сейчас маркетинга. Вы сейчас... Мы сейчас по маркетингу здесь не практикуем. Это вопрос уже маркетинга и продвижения для вас, да, для инструментов, которые вам нужны для продвижения. Это сейчас не ко мне. Мы сейчас говорим немножко про другие вещи. Спасибо огромное. Да, пожалуйста, огромное. Видите, у нас с вами получается очень даже неплохой разговор. Я хочу, чтобы вы понимали самую ключевую вещь, что для того, чтобы в вашей жизни что-то поменялось, поменяться должны вы сами. Мы всегда хотим, чтобы изменились другие люди. Мы всегда говорим там близким, своим знакомым, сделай с собой что-нибудь. Ты неправильный. Ну, условно. Ты неправильный, да, ребенок, сделай с собой что-нибудь. Ты неправильный. Муж, сделай с тобой что-нибудь. Ты сделай что-нибудь с тобой. Нет. С собой должны делать мы, и чем лучше мы будем разбираться сами с собой, тем уверенней мы будем себя чувствовать. Понимаете? Есть такое классное в психологии выражение, как опора на себя. То есть мы всегда ищем, нас учили всегда искать половинок. Кого-то, с кем мы можем соединиться. В мире есть половинка. И вот вы соединяетесь. И как найти свою половинку? Вам не нужна половинка. Представьте себе, что половинка – это половина тела. И получается, что когда вы ходите в жизни, вам нужен макет, тут слуховой аппарат, костыль, протез. Понимаете? Зачем? И потом две половинки встречаются, а вы видели, когда-нибудь человек сам по себе асимметричен, мы разные даже по частям. Представляете, вы встречаетесь с другим человеком, противоположного пола, у него может быть другие интересы какие-то. Ну, короче, и в течение жизни еще две половинки все время меняются. И вот мы пытаемся, значит, как-то соответствовать друг другу, подтянуть друг друга под друг друга, подстроиться под друг друга, и в результате мощно страдаем. Счастливыми мы можем стать тогда, когда мы осознаем, и мы пытаемся опереться, да, еще на него, на его костыль, он на твой костыль. Короче, просто вот реально инвалиды. Вот по-другому и не скажешь. Опора на себя – это когда вы понимаете, кто вы есть, чего вы хотите. Вот эти ваши личные границы, но это не личные заборы, не лезь сюда, а это понимание, кто я, чего я хочу, чего я хочу добиться, как я хочу себя чувствовать, что мне нравится, а что нет. Не из серии «тебе нравятся яйца, и мне будут нравиться яйца, хотя я их ненавижу, а люблю сырники». Нет. Мы так сильно недолюблены, мы так сильно боимся не понравиться кому-то, мы все время подстраиваемся, мы постоянно хотим быть удобными, что потом от этого всю жизнь и страдаем. Счастливыми мы становимся тогда, я, а сейчас это пошла эра такая энергетическая, сейчас, ну, не буду в это вдаваться, но суть проста. Нам сейчас важно стать целостными, для того, чтобы мы самостоятельно, это не значит, что нам никто не нужен, от всех отказаться, но это значит, что счастье должно находиться внутри меня. Я сама по себе должна чувствовать себя счастливой, знать, чего я хочу, знать, что я люблю, понимать, что классно, когда у меня есть партнер, с которым мы вместе, но и без него я не умираю. У нас как? Если женщина расходится с партнером, она впадает в депрессию, она пытается, да, там, я от него зависима, это больные отношения, больные отношения, и мы почти все в них находимся, огромное количество людей находится в них, и поэтому нам так сложно, и поэтому нам так страшно, и поэтому мы настолько несчастны, и поэтому мы не можем реализоваться, вот у нас все, извините, через заднее место. Важно начать работать с собой, важно осознать, что ты у себя самый дорогой и близкий человек. Когда люди приходят ко мне на рерайтер, это моя месячная программа, в течение которой мы как раз мы пишем книгу про себя, но не про того себя, которым мы вот сейчас есть, а про того себя, которым бы мы хотели быть. Мы впервые задумываемся, а какой я, какой я на самом деле, какие бы я отношения хотел, какое в этих отношениях, как бы я хотел выглядеть, чем бы я хотел заниматься, где бы я хотел жить, ведь мы же проживаем какую-то иллюзорную жизнь, которая с нами случается. Вот там девушка писала про то, что моя дочь эгоистка, и мы тоже были с вами такими эгоистками, которые вели веревки из родителей, но родители нас быстро привили, они нам рассказали, что правильно, что неправильно, некоторым с помощью ремня объяснили, нам рассказали, какими нам надо быть, что в жизни хорошо и что плохо, и вот мы встали в эти удобные рельсы, мы забыли, чего мы хотим. Мы встали в удобные рельсы, пошли в школу, в институт, нам все рассказали. И потихоньку, потихоньку, потом мы еще вступили в какие-то не очень здоровые отношения, все притерлись с половинки, написали, что мы счастливы, что это наш идеальный мир, все у нас хорошо, а тут цветочки, тут у нас домик, тут у нас путешествия совместные раз в 10 лет, все, мы счастливы. А внутри идут страдания, как они выражаются? Болезни, депрессии, нету энергии, вроде бы все хорошо, а энергии нет. Да потому что хуево все. Потому что все на самом деле для вас хуево. Но близкие вам говорят, как нет, у вас все хорошо, ну ты что, посмотри на других. Нет, ну у тебя ты должна ценить это. И вот ты живешь в какой-то странной капсуле, которую называют твоей жизнью, и вроде как в ней все хорошо, только тебе почему-то в этом хуево. вот так вот это по-другому не назовешь. И ты такой сидишь и думаешь, ну все же хорошо, вот у меня нет. Меняется время, все меняется, и, к счастью, к нам приходит смелость, к нам приходят силы, к нам приходят люди, которые открывают перед нами новые двери, которые говорят нам то, чего мы раньше не слышали, боялись услышать, или не были к этому готовы. Я прекрасно знаю, что я для людей являюсь именно таким человеком. Поэтому я не боюсь говорить какие-то слова, которые как нельзя лучше подчеркивают то, что происходит. Да, мы можем продолжать быть милыми, корректными и интеллигентными. Но я хочу, чтобы вы были счастливыми. Счастливыми не для галочки, не для инстаграма и не для своих знакомых на работе. Я хочу, чтобы вне зависимости от того, насколько это правильно, этично, нормально для кого-то, вообще мне пофиг. Я хочу, чтобы вам каждый мог про себя сказать, я живу свою жизнь. И не важно, живу я ее с мужчиной, с женщиной, сколько мне лет, хочу я тех детей или не хочу я тех детей, где я хочу жить и чем я хочу заниматься, как я хочу выглядеть. Это моя жизнь, и она мне нравится. Она моя. И вот для того, чтобы эту жизнь начать создавать, ее нужно изначально найти в себе. Вот на рерайтере мы ее находим с помощью медитации, с помощью такой наглой меня, с помощью классных уроков, с помощью понимания того, каким образом наши мысли создают нашу реальность, как мы управляем ей. Ведь мы ее управляем уже сейчас. И все, что происходит в жизни каждого из нас, это результат того, что мы с вами думаем, чувствуем и проецируем. Мы с вами проекторы. Все, что в нашей жизни отражается, это то, что мы поставили, какую пленочку сами установили. Просто нам этого никто не объяснил. Мы считаем, что оно как-то само по себе, с нами случается. Не-а, не так. Вот. Поэтому, ребят, дела такие. У меня скоро, в конце месяца, если я не ошибаюсь, 27-го числа, я повешу еще информацию об этом, будет бесплатный мастер-класс про рерайтер жизни, в котором я буду рассказывать более детально про рерайтер жизни, про мою программу, в которой будут рассказывать про кейсы, результаты людей, вообще про то, как это может или не может вам пригодиться. Вот. Поэтому там будут подарки, там будут, короче, там все будет классно. Поэтому, если вам это интересно, следите за сторисками и вписывайтесь, приходите и знакомьтесь. У меня нет никакого желания, знаете, засовывать людей непонятно куда. Я хочу, чтобы вы понимали, что это путь, это работа над собой, крутейшая работа, но не простая. Вы должны быть к этому готовы. Вы должны понять и осознать, что вы являетесь причиной всего, что с вами происходит. И если вы хотите научиться управлять своей реальностью, то мало послушать, мало прочитать книжку, нужно будет делать и практиковать. Но результаты будут и будут очень крутые, которые будут с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом улучшаться, улучшаться. И вы, по сути, превратитесь в своих собственных магов и волшебников. И то, что ваша жизнь может измениться до неузнаваемости – это факт. На этой прекрасной, замечательной ноте я хочу поблагодарить всех, кто пришел на эфир, кто задавал свои замечательные вопросы. Я сохраню обязательно эфир. Я надеюсь, что, уверена, что он сейчас сохранится и все будет прекрасно. Я жду вас на своих обучающих программах. Обязательно следите за информацией. У меня есть ссылочка на шапки профиля. Вы можете переходить, там есть мой сайт, и там есть расписание, что появляется. Вы можете записываться, вписываться. Ну и, конечно же, в сториз я тоже стараюсь давать анонсы. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо всем огромное. Я вас очень попрошу, всегда это делаю, после того, когда я публикую эфир, не будьте жадными, оставьте, пожалуйста, комментарий для тех людей, которые еще не посмотрели этот эфир, стоит ли его посмотреть. Может быть, у вас был какой-то классный инсайт, которым вы хотите поделиться. Я вам буду признательна за эту поддержку, чисто по-человечески. Спасибо всем огромное и до встречи.